Дайджест Года Год назад мы, к сожалению, не смогли этого сделать, но давайте не будем переживать по этому поводу. Небольшой сюрприз вас поджидает уже в самом конце ролика, а пока давайте подытожим, что же вообще происходило за эти 365 дней. Если говорить вкратце, мы живем в эпоху новелл долгостроев и постепенной ассимиляции российского рынка данного жанра с глобальным, то есть западным и восточным. Пока одни разработчики выступают на различных площадках и выставках, привлекая внимание как игроков, так и инвесторов, другие никуда не спешат и оттягивают дату релиза как можно дольше. Кто-то боится делать уверенные анонсы, ибо сегодня все идет по плану, а уже завтра какой-нибудь аспект разработки может выйти из-под контроля. Soviet Games на поприще постоянных переносов уже собаку съели. Сперва любовь, деньги, рок-н-ролл планировались на осень 2018 года, затем релиз сдвинули на март 2019, сейчас же срок выхода отложен до 2020, и то не факт, что дедлайн в очередной раз не сорвется. Обиднее всего то, что вроде Soviet Games на чем-то работают, но результата их деятельности по-прежнему не видно. Остальные авторы, впрочем, громких обещаний не дают, лишь изредка что-то вкидывает для затравки. Кому верить больше, решайте сами. Другая тенденция связана с тем, что не найдя стабильную аудиторию и доход среди пользователей из стран СНГ, авторы уходят на запад. У кого-то это даже получается, за что, несомненно, стоит похвалить художницу Ксанд, студию Midnight Hearts и Zimna Production. Конечно, не исключено, что разработчики вернутся на родной рынок, но вряд ли это случится так скоро, и мы можем лишь догадываться, что должно случиться, дабы они ускорили данный процесс. Свои новеллы внезапно анонсировали редакторы StopGame.ru, а также сеть ресторанов KFC. Попутно с этим творческую деятельность завершила японская команда Минори и российские переводчики из Сантим. Горел офис культа в аниме студии K, также довольно непосредственно связанного с новеллами, и аналогично нападение планировалось на компанию Visual Arts. К счастью, этого не произошло, но всё равно череда событий настораживает, и хотя выше мы сердечно радовались за жанр, в середине 2019 года нам пришлось немного за него попереживать. Что касается летосферы, то она уже давно пережила свой пик, и сейчас её состояние можно оценить как стабильно тяжёлое. Мастерская БЛ давно перенасадилась проектами, а многообещающие модификации, призванные переменить представления о фендоме лета, либо не выходят, либо остаются незамеченными. Крупнейшие инициативы, от долгостроев до крупных анонсов, медленно, но верно сливаются. В начале года из-за скандала Модосферу оставил Дмитрий Санати, создатель Семи Дней Лета, а следом за ним спустя время ушли художник Роман Варламов, в компании с разработчиками альтернативы, коллектив Omicron Team, оборвавший свой «Вспомнить всё на полусловие», Василий Хайт, решивший развиться как автор оригинальных историй, в том числе собственной новеллы «Поступ Мёбиуса», создатель Бесконечной Припяти, в своё время многообещающего кроссовера двухславянских вселенных, со временем забытого всеми, кто только мог его забыть, и так далее, и тому подобное. Те немногие авторы, что продолжают творить, искренне не понимают, что происходит, или же ещё молодые и неопытные, посему путём написания модификаций приобретают полезный или не очень опыт. Обратите внимание хотя бы на некоторые из них. Сейчас они, возможно, и пишут, как курица лапой, но через пару лет от них будет зависеть судьба жанра. Определённые изменения происходили и в нашей деятельности. Нас покинули несколько старичков, плюс с кем-то пришлось попрощаться в ходе реструктуризации. Первая половина года была проведена вполне стабильно и в слегка обновлённом формате, но производственные трудности подкосили интерес аудитории. Затем мы из Ледодайчества превратились в просто ЛД, чуть обновили штат, распределили обязанности и продолжили экспериментировать с форматами и подачей. Конечно, ситуация с просмотрами на Ютуб не улучшилась, но, по крайней мере, у нас начал выходить весь старый материал и добрая щепотка нового. Хоронить ЛД ещё рано, хотя есть те, кто даже пусть и шутки ради призывают его свергнуть. Надеемся, они образумятся в наступающем году. А сейчас на экране появится инфографика, в которой мы представили для вас 5 главных событий уходящего года, а также 5 лучших визуальных новелл, вышедших в окончательный релиз, столько же лучших новеллов разработки и законченных модификаций для Бесконечного Лета. Разумеется, при составлении столь субъективного рейтинга мы не прибегали к мнению сообщества, а учитывали как качество самих проектов, так и активность их авторов в течение всего года. Вы можете быть не согласны с данной оценкой, и это нормально. Тем не менее, нам кажется, именно такими итоги уходящего года и должны быть. Что ж, итоги подвели, можно и к поздравлениям перейти. Подходит к концу второе десятилетие 21 века. Еще в начале 2000-х никто не думал, что человечество приблизится именно к такому общему знаменателю. Мы стоим на пороге революции цифровых развлечений, почти покорили виртуальную реальность и медленно осваиваем облачный гейминг. Улучшается качество жизни и сервиса, меняется отношение людей ко всему происходящему. Они становятся более восприимчивыми и открытыми для чего-то нового и большего, чем раньше. Конечно, проблем от столь грандиозных изменений в мире не убавилось, но мы желаем вам не стремиться к чему-то глобальному, а для начала просто добиться тех целей, до которых вы сможете дотянуться. Быть красивыми, умными, начитанными и всегда держать нос по ветру. Слушать только хорошую музыку и не слышать истерики хейтеров. Смотреть только качественный контент, ну вы поняли. И играть только в лучшие игры. А также читать интересные книги или новеллы. И, конечно же, оставаться с нами. Прямо сейчас к нам лечат поздравления со всех уголков мира. Дадим же им слово! Всем привет. Я бы хотел пожелать вам каждому всего хорошего. И самое главное, чтобы это всё хорошее не заканчивалось какими-нибудь утренним похмельями, из-за чего у вас серая жизненка стоит снова на круги своя. Меняйте этот мир самих себя и будьте добры и честны друг с другом. Самое главное, честны самим собой. С Новым Годом! Будет счастлив в Новом Году. Это всё, что нужно человеку. И если вы связаны с творчеством, то не забрасывайте это дело и совершенствуйтесь. Как-то незаметно пролетело время. И вот уж Новый Год к нам подступает. Сбросим мы ошибок бремя, словно это что-то поменяет. Но я уверен, будут перемены. И в сторону прекрасного посмотрим. Обойдём неважные дилеммы. Историю успеха создадим. Новый Год всегда ассоциируется с надеждой. Мы загадываем желания, когда бьют куранты и верим, что они обязательно сбудутся. Я надеюсь, что будущий Год принесёт нам череду радостных моментов, таких как релизы крупных новелл и развитие фэндомов. Но это будет зависеть только от нас. Поэтому я поздравляю подписчиков ЛД и его коллектив с Новым Годом. И желаю всего наилучшего. Ваш Олдмен Фуд. Я хочу поздравить всех не только с Новым 2020 годом, но и с Новым Десятилетием. Хочу всем пожелать удачи, здоровья, новых побед, новых свершений, постижения чего-то нового в 2020 годах. И не только пожелать, но и подарить себе и близким. Новый Год – это чудесная пора. Всё вокруг преображается, сверкает, и люди становятся добрее, терпимее и, наверное, да и счастливее. В воздухе чувствуется волнение и ожидание чуда. Морозная свежесть, красивые узоры на стекле, пушистая ёлка, мандарины и запах хвои. Помните, как почтальон кидал в почтовый ящик картонные открытки с зайчиком, дедушкой Морозом или ёлочкой? До сих пор традиция дарить трогательные поздравления и говорить душевные пожелания остались неизменными. С Новым Годом вас! В этом году, к сожалению, из-за своей занятости дайджестян не смогла вырваться с работы и лично поздравить вас с Новым Годом. Однако она попросила передать, что любит вас, и с нетерпением ждёт встречи в новом десятилетии. Мы же солидарны с нашим маскотом, готовы исполнить для вас небольшой музыкальный подарок. В него, помимо пота и крови, мы вложили всю свою душу и вокальные данные. Прежде чем вы услышите нашу песню, ещё раз пожелаем вам в эту сказочную ночь обрести счастье и не утонуть в эйфории, а в наступающем году реализовать всё, что не смогли реализовать в уходящем. Обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы, ссылки на которые будут в описании, следите за выходом новых эпизодов ваших любимых рубрик и ожидайте больше интересного контента. Маэстро в музыку! Снег ложится на деревьях, Все засыпано метелью, Йоги светятся огнями, Новый год идёт. Оливье уж отстывает, Ждёт и про себя мечтает, Чтоб собрались все с друзьями, Пусть никто не ждёт. И в Новый год придут к нам все друзья, И в Новый год мы вместе и в меня, И в Новый год пробьют куранты нам, Что наступил тот день. Когда мы можем изменить судьбу, Когда сказать мы можем I love you, Когда на зло всем нет рукам врага, Мы встретим новый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok